Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сегодня 10 февраля. Со дня посева елок прошло около двух недель. Сеял елки 27 января. И вот сейчас можно подвести некоторые итоги. И можно считать, что массовые всходы елок состоялись. Всего было под елки отведено 4 стаканчика. Кратко напомню, грунт был составлен из двух компонентов. Из огородной земли и торфа один к одному. И вот елки в целом взошли неплохо. Вот видно, в одном стаканчике вообще хорошо взошли. Во втором стаканчике похуже, но тоже всходы довольно нормальные. Видно, что некоторые елки до сих пор еще не сбросили шапочки. Но, как выяснилось, елки этого не боятся. Они потом их сбросят. На всех ростках было примерно так же. И потом они очень легко освободились от семенных оболочек. А вот в двух стаканчиках ситуация со всходами оказалась заметно хуже. Вот в этом стаканчике пока только один единственный всход. А в этом вообще нет. Но если присмотреться, где-то там, по-моему, какие-то петельки есть. И если эти ростки найдут себе силы проклюнуться дальше, то будут тоже всходы. Почему так получилось? Это следствие моей неаккуратности при посеве елок. Елки я сеял сухими семенами прямо на грунт и присыпал сверху землей. Вот в этих стаканчиках, где всходы хорошие, присыпал тонким слоем. Но вот где всходы похожи, присыпал слоем потолще. И когда это выяснилось, когда всходы стали задерживаться в некоторых стаканчиках, то вот такое количество земли я просто снял с поверхности. И только тогда некоторые елки вот в этих двух стаканчиках начали понемногу тоже проклевываться. Ну, по крайней мере, в трех стаканчиках всходы есть. В одном стаканчике вообще всходы очень хорошие. Еще их даже не прореживал. В конце концов, они будут прорежены и оставлено одно самое сильное растение. Отсаживать или нет елки из этого стаканчиках, еще пока не определился. Скорее всего, делать этого не буду. Много их не нужно. И если будет, в конце концов, два саженца хороших, то меня это вполне устроит. Можно на следующий год вырастить их гораздо больше, поскольку шишки я брал неподалеку, прямо под елками, которые там успешно растут в скверике. Но пока можно считать, что всходы состоялись. Еще можно заметить, что ни один росток не упал. Некоторые садоводы обращают внимание, что елки частенько падают. То есть, черная ножка какая-то тоже у них там очень сильно вредит иногда. Но вот у меня пока такого нет. Видимо, грунт более или менее нормальный. Поливами не злоупотребляю. Поливаю из маленькой леечки. Использую вот такую самодельную леечку. И ежедневно по поверхности смачиваю грунт. Там, где еще всходы не состоялись, вот таким образом содержу поверхность во влажном состоянии. Ну, а где уже состоялись, тоже можно полить уже. После того, как посев был сделан, вот эти стаканчики были укрыты пленкой. Но как появились первые ростки, сразу они были открыты. И только смачивал поверхность. И вот сейчас ситуация следующая. То есть, всходы елок есть. Ну, видно, что они очень симпатичные. Вот такие зеленые маленькие елочки. Очень забавные, конечно. И даже не верится, что из них потом вырастают огромные 30-метровые мощные ели. Очень красивые. На которых много шишек. И вот эти шишки дают потом новую жизнь новым растениям. Ну, как бы то ни было, можно подвести первые итоги выращивания елок. Действительно, елка не подвела и взошла очень хорошо. Так что, оказалось, это не так уж и сложно. Выращиваю елки впервые. Но, надеюсь, все-таки саженцы вырастут. И потом благополучно будут расти в грунте. Ну, и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова